газонокосилки бренда evaline работает легко без каких-либо затруднений не требует практически никакого обслуживания разница в эргономике ощущается прямо сразу давайте попробуем их в работе друзья всем привет это канал мастер форум с вами тестовая команда потребитель сегодня представляем электрические газонокосилки бренда evaline три модели и это вся программа электрических косилок этого бренда коротко расскажем о том что они себя представляют и чем они отличаются друг от друга а потом попробуем их в работе первая модель и ламе 32 потребляемая мощность у нее 1100 ватт ширина кошения 32 сантиметра высота регулируется в диапазоне от 20 до 60 миллиметров три ступени регулировки путем ручной перестановки осей независимо друг от друга травосборник комбинированный объемом 30 литров весит она всего 6,4 килограмма это очень маленькая очень легкая компактная газонокосилка для небольших дачных участков следующая модель ламе 38 мощность двигателя у нее уже повыше 1600 ватт ширина кошения 38 сантиметров а собственно цифровой индекс в маркировке в названии модели и означает ширину кошения высота регулируется здесь уже централизована одним рычагом в диапазоне от 20 до 70 миллиметров всего шесть положений регулировки комбинированный травосборник объемом 45 литров это тоже не самоходная модель тоже одна режимная со сбором в травосборник пластиковой декой это опять же общие характеристики для них всех весит она один с половиной килограмм это тоже очень немного есть удобная рукоятка для переноски которой нет младшей модели лм е42 это практически то же самое что и ламе 38 но более мощная с большей шириной кошения двигатель здесь уже на 1800 ватт захват 42 сантиметра высота кошения точно также регулируется в диапазоне от 20 до 70 миллиметров шесть положения регулируется одним рычагом централизована травосборник здесь комбинированный пластик плюс ткани на 50 литров весит всего 12 половиной килограмм точно также есть удобная рукоятка переноски и у 42 38 моделей удобно складывается рукоятка и удобно регулируется по высоте чего нету 32 коротко о бренде напомним кто не знает что это такое бренд российский заказывает на заводах в китае премиального класса то есть это не просто китай это китай премиальные реально вот очень качественный очень продуманный в плане эргономики очень серьезно сейчас мы все это покажем мы расскажем то есть это не просто слова какие-то давайте попробуем их в работе это не аккумуляторные машины поэтому бесполезно выяснять сколько не проработать без подзарядки но мы можем посмотреть оценить насколько они удобны в целом и насколько они эффективно справляются вот с таким вот уже прилично подросшим газоном ну приступим начнем с самой маленькой 32 вот мы и подготовили запускаем погнали по складывающимся условиям этот газон надо скашивать сейчас максимально высоко то есть его нельзя косить низко поэтому мы поставили максимум 60 миллиметров машина прекрасно справляется она легко идиот она хорошо скашивает она собирает все что срезала то есть ничего не оставляет не разбрасывает работает легко без каких-либо затруднений то есть единственный недостаток это вот сетевой кабель то есть он не недостаток а характерная конструктивная особенность с ним приходится возиться его постоянно перекидывать следить чтобы на него не наехали но это вот неизбежное так сказать следствие выбора электрической сетевой газонокосилки с другой стороны она очень недорогая очень доступная по цене она легкая компактная не требует практически никакого обслуживания и со своей задачей справляется прекрасно то есть отличный вариант для небольших дачных газончиков следующая модель и лами 38 ставим на те же самые 60 миллиметров но здесь это уже не максимум а чуть пониже поехали разница в эргономике ощущается в прямо сразу если у 32 прямая п-образная рукоятка и рычаг только под одну руку то есть уже пусковая скоба которую можно держать хоть правой хоть левой рукой хоть двумя сразу и здесь удобно вот такой изгиб вертикальный вверх то есть руки занимают наиболее естественное положение наименее утоми утомительная так легче всего и плюс еще и мягкая обтяжка в части то здесь работать на самом деле намного комфортнее хотя усилие не та не та практически не требует небольшой усилий нужно чтобы толкать и все это очень нелегкая работа получается косят также эффективно соби собрала все что срезала в общем то никаких нареканий нет скажем так то же самое что и 32 только быстрее производительнее и намного удобнее переходим к третьей модели это должна быть еще быстрее ламе 42 погнали вот это интересный момент специальные такие наплывы на деке они дают хороший визуальный ориентир при работе вплотную к стенам бордюрам и прочего таким вот препятствием то есть ты видишь где у тебя проходит край деке четко и так вот и ведешь аккуратно как по направляющей как и предполагалось то же самое что 38 только работает быстрее за счет больше мощности и больше ширины захвата интересно у всех трех моделей есть удобный очень индикатор заполнения травосборника виде такого флажка пока он в приподнятом положении от корпуса и это значит то что его потоком воздуха подпирает значит воздух там циркулирует то есть травосборник еще не полностью заполнен как только он так лег все пора его опустошать серьезными преимуществами электрических газонокосилок можно считать во первых доступную цену они дешевле остальных они очень тихие они совершенно экологичные они очень просты в эксплуатации не надо возиться с топливом не надо заряжать аккумуляторы подключил и пошел работать вот единственное так скажем неудобство это то что постоянно нужно контролировать сетевой кабель подтягивать его перебрасывать туда-сюда чтобы не наехать на него чтобы у хватало в принципе для газонов при дачах небольших каких-то это не проблема поэтому электрические газонокосилки хороший выбор для вот именно дачников ломбе 32 это для каких-то совсем маленьких участков самое доступное по цене то есть для тех кому это критично 38 и 42 машинки уже более интересные с регулировкой рукояток по высоте с удобным складыванием рукояток с централизованной регулировкой высоты кошения больше больше ширина захвата большая мощность то есть это для газонов побольше и более удобной эксплуатации но в целом все то же самое тихие легкие удобные единственное что вот у них есть сетевой кабель с которым надо за которым постоянно следить спасибо за внимание друзья подписывайтесь на канал впереди много интересного пока